Привет, мои биатлонные друзья! Хотелось бы сегодня поговорить о кандидате в тренеры женской сборной Михаиле Шашилове, у которого в Спортэкспресс вышло первое большое, если можно так сказать, интервью в крупных масс-медиа за последнее время. И оно достаточно показательно, поэтому хотелось бы его обсудить. Во-первых, стоит отметить, что Михаил Викторович тренер старой школы, который немногословен и предпочитает больше доказывать делами, нежели словами. Видно, что по каждому из вопросов он не хочет распространяться, раскрывать душу, поэтому, как Володя Иванов не пытался его разговорить, особо много он чего не сказал, но кое-какие моменты весьма показательны. Во-первых, то, что он сразу отказался называть Светлану Миронову главной звездой своей свердловской команды, это тоже показательно. То есть, видно, что, исходя из ответов его на вопрос, что спортсменка пошла не по тому пути в прошедшем сезоне, получила закономерный абсолютно результат, и почему это произошло, он прямо ответил, надо больше работать. И, в общем-то, это полностью складывается в канву понимания специалистов того плана, по которому готовились подопечные Виталия Норицына. Соответственно, Шашилов будет предлагать нечто другое, и это уже радует. Но, кроме того, важно, что он не кинулся говорить о том, что вот как он хотел бы быть тренером сборной. Он объяснил, что нужно все взвесить, все обдумать. Опять же, Володя говорит, ну вот, как же это такой шанс быть тренером сборной. Но здесь Шашилов совершенно правильно мыслит, потому что нынешний тренер сборной эту должность уже дискредитировали до нельзя. Потому что, что такое тренер сборной? Это человек, который будет выполнять безграмотные указания Драчева или Нуждова, или подчиняться полностью Валерию Польховскому, который намерен весь штаб под себя подмять. Поэтому здесь Шашилов, как тренер мыслящий, как тренер самостоятельный, конечно, не хочет быть вот этим Петрушкой, которого сделают в крайнем случае неудач, и в результате заставят писать по чужую дудку. И совершенно правильно он говорит, обозначив срок осень, когда необходимо принимать решение. Потому что не суть важна, какой сейчас из списков, и где утвердят в Минспорта, Драчевский или Нуждовский, или ни один из них. Все равно впереди конференция, впереди выборы президента. Я считаю, что уже новые президенты, новые проблемы должны решать тренеров. И выстраивать с ними диалог нужно будет с самого нуля. Поэтому Шашилов правильно делает, что пытается на берегу отстоять какие-то права на самостоятельность принятия решений. Это очень важно на самом деле. Это, в общем-то, тренер, сторонник серьезной дисциплины, сторонник качественной, объемной работы. Кроме того, это очень было бы важно именно в нынешней команде. То есть, после такого лайтового и приятного всем Норицына, чтобы пришел жесткий тренер, который навел бы порядок и в плане дисциплины, и в плане самоотдачи, и так далее. Единственное, что может быть минусом, который смущает у Шашилова, это то, что он слишком много его воспитанниц. То есть, это и Миронова, и Воронина, и Казакевич, и Шевченко. Целая эстафетная команда набирается, чтобы не было при этом протекционизма. Ну, здесь, я думаю, решить эту проблему должны грамотно построенные критерии отбора. Также хотелось бы сказать несколько слов относительно послужного списка Михаила Викторовича. Работал он всю жизнь практически сам воспитанник Путрова. Ему 61 год. С 80-х годов занимается тренерской деятельностью, постоянно работает в команде Свердловской области, но при этом работал с резервом и при Каспировиче, и при Суслове, и при других специалистах. И, конечно, тренер достаточно опытный. Первая его успешная воспитанница, это была олимпийская чемпионка 92-го года Елена Мельникова. Впоследствии он тренировал Галину Мезенцеву-Паландину, Ларису Надееву. Ну, и вот, собственно, в последние годы у него наметилась прияда. Практически каждый год кто-то из перспективных спортсменов дает о себе знать. То есть это, помимо вышеупомянутой четверки, Полина Шевнина, которая сейчас выступает за другой регион. И, в общем-то, Шашилов, ну, такой самый, наверное, успешный, блудовитый тренер последнего времени. Поэтому, я считаю, вариант неплохой, но важны нюансы. И важно желание тренера отстоять свою независимость уже на данном этапе, на первом, потому что, я думаю, от этого и будет зависеть перспектива работы в команде. Иначе, если же прогибаться, идти, отказываться от своих принципов, идти на условия, которые предлагают СБР, лишь бы предложили работу, как готовы сделать некоторые, результата от этого не будет, и потом, и тогда тренера сделают крайним. Поэтому, в общем-то, кандидатура Шашилова, я считаю, в такой ситуации действительно не самая плохая. Стоит к этому специалисту присмотреться, если в итоге он будет назначен старшим тренером сборной, и ему доверят подготовку команды. Я думаю, он способен, в общем-то, навести дисциплину и привести коллектив к той работе, в которой он давно нуждается. Ну, а мы будем в любом случае следить за ситуацией. И если в конечном итоге Михаил Шашилов станет тренером женской сборной России, сделаем о нем еще и не один материал. Но в любом случае, пожелаем ему принять то решение, которое он считает нужным. И если он в итоге станет тренером сборной, успехов в работе, прежде всего, в самостоятельной работе. Ну и также, в заключение, хотелось сегодня выразить соболезнования всей нашей биатлонной семье, и в особенности биатлонистам и тренерам Тюменской области, в связи с уходом из жизни Романа Зубрилова, замечательного наставника, тренера по стрельбе, который на протяжении многих лет работал со спортсменами Тюменской области, написал не одно учебное пособие по теории стрельбы, которыми пользуются сейчас многие тренеры и спортсмены. Светлая память этому заслуженному человеку. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.